Здравствуйте, дорогие мамули и детки! Я рада вас приветствовать на нашем канале. И сегодня мы снова с вами поговорим о такой глобальной проблеме. Это бронхиты, про обструктивные бронхиты, пневмонии. И как помочь своим детям, чтобы они научились помочь откашляться. Потому что наши дети такого возраста от нуля до трех месяцев и старше, они не умеют кашлять так, как мы с вами взрослые. Поэтому сегодня наш ролик будет посвящен вибрационному массажу. И поможет нам в этом наш любимый массажист. Очень рада, что он согласился нам это все помочь. И мы покажем это на детях, которые где-то до трех месяцев. И эти все упражнения вы можете делать своим деткам, у которых есть пневмонии, бронхообструкции, бронхиты старшего возраста. Всем привет! Приветствую вас на канале Мамули детки. И сейчас я покажу и немного расскажу о том, как проводить вибрационный массаж. Деткам вот примерно до трех месяцев. Я начинаю делать вибрационный массаж с передней поверхности грудной клетки, не задней. Уже не первый год работы, а вижу, что так дети лучше откашливаются. Потому что на передней поверхности грудной стенки мы практически не проводим в таком возрасте вибрационные приемы массажа. То есть мы делаем поглаживание, растирание, разминание, но вибрацию на передней поверхности грудной клетки ребенку в таком возрасте, до трех месяцев, мы не проводим. Только на задней поверхности. Поэтому, опять же повторюсь для всех мам, начинаем мы с поглаживания. Вот, обращаем внимание, значит, поглаживание мы делаем, то есть здесь делится на три момента. Первое, мама, мы гладим, вот, скажем так, от ключицы к ребрышкам. Можно сверху вниз, можно снизу вверх. То есть такие как бы полукруговые движения. Вот, захватывайте руку, так будет удобнее ребенка держать. То есть с одной стороны, с другой мы делаем до того момента, пока грудная клетка не начнет краснеть. То есть улучшается кровообращение в мышцах, в дыхательной системе. Потом уже будем приступать к растиранию, разминанию. То есть это может делать любая мама? Абсолютно верно. То есть я показываю основные такие вот двумя руками приемы. Поглаживание. Да, абсолютно. То есть достаточно, все зависит от того, насколько у ребенка этот патологический секрет, насколько его много. Вообще вы можете делать раз в день, несколько раз в день. То есть вы смотрите, что ребенку надо, вот, можно сказать, откашляться. Помочь ему. Да, помочь ему надо. Вы этот массажик быстренько сделали, кашлевой рефлекс потом вызвали надавливать шпателем на корень языка. Все, ребенок откашлялся замечательно. Вот. Погладим. Теперь растирание. Значит, растирание здесь в двух моментах. Первый момент это межреберные боковые. То есть можете пальчиками вот так снизу вверх растирать. С одной можно вот так вот. С одной стороны растираем и с другой. Тут уже более так интенсивный. Естественно, все приемы сочетаются с поглаживанием. Растерли, погладили. Затем растираем грудину. Это можно делать следующим лучшим большими пальчиками. Вот так вот. Все, грудину снизу вверх. Настроение у ребенка хорошее. Нравится. Они могут, конечно же, капризничать. Ну, естественно. Ну, как же без этого. Тут надо, естественно, подстраиваться так, чтобы ребенок в этот момент не спал, бодрствовал. То есть был сыт, чтобы не капризничал. Чтобы температуры не было. Обязательно. Это самое главное противопоказание. То есть мы не делаем этот массаж в острый период, когда у ребенка температура. Конечно, нет. Только тогда, когда уже температура нормализовалась. И осталось ребенку помочь в тыхательной системе. У нас, конечно, этот ребенок был очень тяжелый. У него пневмония двухсторонняя, очаговая. Тяжелая была бронхоабструкция. Но сейчас он уже молодец. Мы ему помогли. Затем кончиками двумя пальцев круговые движения. А отключите к ребрышкам. Вот такие. Это уже более глубокое разминание. То есть вы так вот разминаете. С одной стороны. С другой стороны. И поглаживание. Вот и все на передней поверхности грудной клетки. Повторюсь, вибрацию мы здесь не проводим. Еще раз вкратце. Поглаживание. Растирание. Растирание. Межреберных, боковых. Грудины. И разминание. Круговые движения. Отключите к ребрышкам. Сверху и вниз. С одной. И с другой стороны. Все. Это для передней поверхности все. Теперь на заднюю. Для задней поверхности нам понадобится варик. Небольшой. То есть все зависит от ребенка. Чем уставший ребенок, тем, естественно, больше варик. Он понадобится нам для того, чтобы придать ребенку, скажем так, дренажное положение тела. Когда дети большие, они могут подогнуть ножки, сделать вот такой вот, можно сказать, прозу. Когда голова вниз, а попа вверх. И когда мы будем уже его простукивать, мокрота будет в этом положении еще лучше отходить. Но здесь еще ребенок маленький, поэтому мы просто положим ему варик. Примерно вот сюда. От живот. Вот. То есть он должен быть под наклоном. Да. Небольшой наклон. Да. Вот. Все. Значит, теперь задняя поверхность. Перкуссионный массаж. Задняя поверхность грудной клетки. Здесь те же самые приемы, что и на передней поверхности. Повторюсь, это поглаживание, растирание, разминание. Но здесь мы уже добавляем самый главный прием, ради чего мы, собственно, делаем этот массаж. Это вибрация. Значит, начиная с поглаживания. Все движения делаем вдоль позвоночника. Сам позвоночник мы не трогаем. То есть поглаживание сверху вниз. Здесь приемы очень схожи с передней поверхностью. Поэтому мамам, в принципе, будет легко заполнено. То есть прогладили. Начинаем растирание. То же самое. Растирание. Межреберные. Межреберные. Межреберные только уже сзади. Да, да, да. Голову хорошо поднимает, старается. Старается, да. Поэтому и кряхтит. И кряхтит, да. Потому что на животе надо уже... Стараться. Да, работать. Поэтому и кряхтит. Затем мы здесь добавляем растирание средними флангами пальцев. Гремнеобразно его еще называем. Снизу-вверх. Вот такими движениями. Опять же, вдоль позвоночника. Растираем до красноты. Погладили. Сам массаж занимает по времени до 10 минут. Для таких детей больше абсолютно не нужно. Затем разминали. Значит, там были, напоминаю, круговые движения. Отключиться к ребрышкам. Здесь схожа. Круговые движения вдоль лопатки. Нащупали лопатку. И начинаем круговые движения. Вот так вот разминаем, разминаем. Слегка усилие к ребрышкам. Вдоль лопаточки. Как раз вот эту вот зону. И прогуляем. С другой стороны. Старается, старается. Молодец. Ну вот иногда дети, вот делаем массаж, да? Особенно, когда в начале заболевания, так? Они начинают кашлять сразу. Правда? Вот заметили. Да, да. А этот уже, он идет у нас на поправку. На поправку. Да, поэтому кашля у него мы не видим. Буквально вот, если вы сделаете один день вибрационный массаж, уже на следующий день будет результат. Мама заметит, что ребенок лучше стал откашливаться. Врач, который приходит ребенка послушать, он слышит, что уже хрипы не такие. Да, конечно, конечно. Это очень полезная процедура. И вибрация. Последний прием. Значит, я не рекомендую детям проводить вот такие вот приемы, как рубление, там валяние, еще что-то. Просто как на пианице. Да, можно так, пальцевой как бы душ, но он не так эффективен. Самый классный момент, это прикладываете руку и начинаете выстукивать. Нарисовали на себе мы, так скажем так, вот линию тоже. Мысленно нарисовали лопатку. Да, лопатку, вот эти две линии легких. И начинаем слегка постукивать. Вам кажется, что это сильно на самом деле? Минимальное усилие. Абсолютно ребенку не больно. Ему даже вибрация нравится. Снизу-вверх, не сверху-вниз, именно простукиваем снизу-вверх. И с другой стороны. Для такого возраста этой вибрации будет очень даже достаточно, чтобы мокрота отходила от стен. Ну и последний момент. Сейчас вам покажу. Это, можно сказать, элемент из дыхательной гимнастики. В конце его уже можете... Мы обхватываем ребенка, вот так, руки, большие пальцы смыкаем на груди. И теперь мы чувствуем, как ребенок дышит. Когда ребенок делает вдох, мы ничего не делаем. А на выдохе мы немножко прижимаем грудину. Грудную клетку, точнее. То есть мы как бы ее так сжимаем чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Ну, наверное, мамам такое не делается. Ну, мамам, да, наверное, лучше такое не делается. Лучше маме такое не делается. И после вот такого массажа иногда вот, ну вот, если мама, ну вот, не знает, как ей поступать, да, то я иногда им рекомендую как? Взять, положить ребеночка на живот, вверх поднять попу и просто вот поиграть. Снизу вверх просто поиграть. Постучать вот так вот. Постучать, постучать. То есть лодочка вот так вот. Снизу вверх, снизу вверх. То есть то, что показал нам профессиональный массажик, мама может эти все элементы сделать. Но иногда мама просто в такой растерянности не знает, как ей вот эти последовательности поглаживания, постукивания, разминания. Да? И тогда я рекомендую вот просто вот такие вот движения простые. Поиграли, постучали лодочкой, все это сделали. Мама, например, не может делать тот вибрационный массаж, который делает мисс-массажист. Но я думаю, что то, что нам показал Артем Викторович, это все четко и понятно будет для мамы. Следующий вопрос. Это как научить ребенка кашлять, да? Мы используем обычные шпаты или же ложечку, да? И вот так вот, вот такими движениями, вот аккуратненько сюда нажимаем. И ребенок начинает кашлять наш. Но здесь уже идет на поправку, только сейчас запитность носа. Помогаем ему покашлять. А вот этот массаж, постукивание, поиграли, поиграли, постучали, постучали. И можно попу кверху тоже, вот поиграли, вот лодочку сделать, постучать лодочкой, поиграли. Это вы все можете сами, дорогие мамы, сделать. А потом перевернули, вот так, как я вам показала, покашлять со своим ребенком. Пой здоров. Вика, ой, моя Вика расчерхалась, так? И опять еще раз покажу, опять покашляли. У многих детей рвотный рефлекс, но уже Вику мою несколько раз это все делали, ей уже надоело. И, по сути дела, катаральных явлений у нее практически нет. Она уже у нас идет на поправку. Будем делать контрольный снимок. Ну вот и все, наверное, дорогие мамы. То, что мы хотели вам сказать, рассказать, показать. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok